Сан Кэйсен Бун, Япония, Гонконг сегодня, это Россия послезавтра. Рёсу Кэээнда, Асэйшен Бун, Япония. 5 декабря 2019 года. В этом году в 30-ю годовщину окончания Холодной войны между Востоком и Западом лейтмотивом мировой политики все же оказалась новая Холодная война между США и Китаем с Россией. Характер нынешнего противостояния во многом отличается от старой Холодной войны. Тем не менее, если тщательно проанализировать ситуацию, новая Холодная война – это не что иное, как конфронтация демократической авторитарной систем, которые соперничают друг с другом в экономической, технологической и военной сферах. В июне этого года в интервью британскому изданию президент России Владимир Путин сказал, «Либерализм – это пережиток прошлого». Глава КНР Си Цзиньпин в ходе международного форума, прошедшего в Пекине в ноябре, также подчеркнул, «Китайский народ сейчас полон уверенности. Мы будем неуклонно придерживаться самобытного социализма». По всей видимости, главы России и Китая, которые являются ярчайшими представителями авторитарных сил, полностью уверены в своих системах. Тем не менее нельзя обойти стороной тот факт, что в этом году в этих странах прокатилась волна демонстраций. С июня этого года в Гонконге нестихают масштабные демонстрации, поводом для которых послужило возможное принятие закона об экстрадиции в материковый Китай. Обещание по поводу принципа «одна страна – две системы» было нарушено. Люди вышли на улицы из-за опасений, что китайская система поглотит их. В России масштабы не идут ни в какое сравнение, однако для нее этот год также охарактеризовался демонстрациями. В Архангельской области возникло протестное движение против московского мусора. Дело в том, что всплыла информация о проекте, построить в этой области громадную свалку, которая по размеру будет равняться 1100 стадионам Tokyo Dome, и доставлять туда по железной дороге на расстояние без малого 1200 километров мусора из Москвы, ежегодные объемы которого составляют 2 миллиона тонн. Местные жители гневно заявили, что они не являются московской колонией, и потребовали свернуть проект строительства свалки, а также отправить в отставку губернатора области. В России вопрос назначения увольнения губернатора фактически находится в компетенции президента. Жители требуют региональной автономности, заявляя, мы не избирали своего представителя, поэтому всплывают проекты, игнорирующие наши интересы. Проект пришлось отложить. В июле этого года по Москве прокатились демонстрации в связи с тем, что к выборам в Московскую городскую думу 45 мест не допустили более 10 оппозиционных кандидатов. Протесты продолжались до августа. В самой большой демонстрации, ядро которой составляла молодежь, приняло участие около 50 тысяч человек. Полиция задержала более 2000 протестующих. Нельзя сказать, что в России с централизованной властью городские советы играют важную роль. Несмотря на это, люди вышли на улицы и требовали честных выборов, а также региональной автономии, подвергая опасности свою свободу и жизнь. В июне этого года по подозрению в перевозке наркотиков был задержан журналист, обличающий коррупцию. По мнению многих, цель этого – попытка оказать на него давление. Три центральные газеты одновременно вышли с протестным заявлением на первой полосе. Москвичи также организовали демонстрации. Через несколько дней министр внутренних дел признал ошибку, и журналист был выпущен на свободу. В России, где убивали и давили на журналистов, этот эпизод охарактеризовал изменение обстановки. Прошло около 20 лет с тех пор, как Владимир Путин стал президентом. Авторитарная система, которую называют вертикалью власти, построенную Путиным, стала слишком закостенелой. Экономический застой затянулся. Молодое поколение осознает, что при такой системе развития не будет. Национальная психология россиян, прошедших через хаос распада СССР, отличается тем, что они хотят стабильности. На то, чтобы масштабы демонстрации достигли гонконгских, скорее всего, уйдет время. Тем не менее, определенно растет число людей, считающих авторитаризм пережитком прошлого. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.